что ребята привет привет как на свет отлично супер отлично антон ты готов к сегодняшнему дню да давайте посмотрим на экран давайте посмотрим на экран давайте посмотрим на презентацию так это презентация антона это уже мой кран да вот что нас ждет сегодня давайте немного кратко скажу о экране экраном сверстали команда избера вы можете посмотреть это достаточно такой типичный экран для андроид приложения это некие портфолио да на котором достаточно много находится различных элементов это и картинки этой тексты это этап пейджинг и список card view наши любимые да ребят то есть различные кнопки теги и облако тегов в общем это будет очень интересно посмотреть как это выглядит на композе антон аркадий мне кажется что это экран настроек из приложения сбера я его скорее всего даже уже видел в актуальном приложении то есть хочешь сказать что ребята не заморачивались да я думаю что да они просто взяли стандартный дизайн над которым они уже сейчас работают отправили его нам ну да на самом деле так же сделал аркаша скажи что ты думаешь по этому экрану антон справится выгодит выгодит интересно интересный набор компонентов я так понимаю у нас только один экран нет навигации на другие экраны но выгодит интересно интересно как композ справиться и потом сравнить с другими реализациями на свифт.ua и и на флаттере ну да на самом деле параллельно ребята там тоже на свифт.ua и будет делать и на флаттере скажу честно если вот спрашивать мое мнение я все-таки конечно выбираю jetpack композ потому что это действительно одна из самых топовых декларативных фреймворков которые в андроиде мы встречали за последние годы и ребята статьи на прошлом обе все подробно достаточно о нем рассказывали кто не видел рекомендую настоятельно посмотреть и очень интересно как композ современная версия нынешняя справится с стоянным экраном и антон будет всячески этому способствовать да антон да я сегодня постараюсь весь экран реализовать и может быть даже чуть больше так перед тем как перейдем ребята я напомню задаем вопросы в чате есть нашего виркшопа у нас достаточно свободный формат задаем вопросы в любой момент и возможно я ворвусь с вопросами либо аркаша посмотрит вопросы аркадий будет помогать антону допустим с какими-то там рекомендациями возможно и антон будет стать и всячески попутно рассказывать о каждом шаге которым он делает потому что всем же интересно да что из себя представляет композ на фактически на бою поэтому ну что ребята не будем тратить время работы много поехали погнали так он теперь видно да отлично я заранее заготовил шаблон чтобы не тратить время на ресурсы и строки по сути что мы сейчас видим это стандартный шаблон android студии для джитпак композа тут у нас просто активити в которой показывается текст android hello mobius hello android вот из интересного я заранее заготовил иконки и эти иконки написаны на котле не потому что джипак композ поддерживает векторные ассеты напрямую в котлен коде и так погнали давайте вообще взглянем на наш экран что мы тут видим попробуем разобраться у нас есть верхний тулбар с несколькими кнопками с двумя закрытия и шеринг похоже фотография пользователя закругленная с каким-то определенным радиусом дальше у нас идет имя пользователя большого размера дальше у нас идут табы но табы насколько я понимаю для этого экрана не активны поэтому мы сделаем только одну табу профиль и дальше секции секции есть получается заголовок какой-то подзаголовок и собственно сам контент контент различается у нас есть три секции судя по всему это что-то вроде подписок может быть или транзакций в виде карточек если кто-то сейчас смотрит на фигму дальше у нас такая же секция только для тарифов и интересов я думаю что начнем из того чтобы задать создать композабл функцию для самого экрана переключусь на английский назовем ее допустим setting screen параметров у нее не будет потому что тут у нас в данном случае будет все захардкожина добавим на нее аннотацию композабл как вы можете видеть у меня сбоку есть небольшое превью на котором сейчас пока что написано только hello mobius давайте заменим его на наш settings screen и по сохранению файла у нас превью должно обновиться и пока что мы там ничего не увидим но дальше я думаю что поменяется так давайте попробуем настроить превью чтобы у нас был не только один композабл элемент а например весь экран так это кажется этот параметр для аннотации называется show decoration нажимаем true и у нас появляются там всякие статус бары и так далее отлично сейчас я немножко пододвину чтобы было лучше видно и начнем реализовывать наш экран основной компонент который используется для многих экранов материал дизайне называется skyfall он и все представляет он по сути это лояут с плейсхолдерами там для тулбара для контента для floating action button и так далее так но поскольку тут у нас на дизайнах фотография немножко как бы закрывает статус бар точнее не статус бар а тулбар с кнопками я думаю что мы ее положим в один лояут это у нас будет лояут который называется row по сути row это получается лайнер лояут с горизонтальной ориентацией и так что мы в row положим давайте посмотрим мы добавим в него модифайры модифайры это такой механизм композа который позволяет менять поведение функций добавлять какие-то атрибуты для лояутинга например сейчас мы добавим модифайр который будет отвечать за максимальную ширину и у макс будет и наш ром будет занимать всю ширину экрана также из того что нам нужно добавить это стратегию спейсинга или кажется это называется arrangement аризонтал arrangement это то как будут раскладываться элементы внутри row и выбираем мы space битвин что это значит это значит что если у нас будет например как в данном случае три элемента в этом контенте расстояние между ними будет так чтобы они заполняли все пространство давайте посмотрим что теперь дальше у нас идут кнопки для толбара первая кнопка это icon icon button эта кнопка которая по сути внутри себя оборачивает icon и дольше у нас используется композа был функция которая называется иконка в нее мы передаем векторный ассет ассеты у нас уже подготовлены добавляем наш нэмспейс для иконок иконка называется close так сейчас я немножко вернусь фигму посмотрим какой же у нее там размер так размер 24 на 24 dp опять же задаем размере помощью модифаеров модифаер у нас будет называться так это не тот модифаер будет называться сайз он одновременно задает и высоту и ширину туда мы передаем 24 dp импортируем extension property для создания инстанса dp так думаю что у нас тут можно будет скрыть абу с файлами чтобы она место на экране не занимала и было больше кода давайте посмотрим обновим нашу превьюшку превьюшке уже показалась кнопка это отлично давайте посмотрим что у нас дальше по контенту кнопка пока черного цвета но это не страшно мы и скоро затянетим следующий элемент это будет у нас фотография пользователя небольшое замечание по поводу лаяута фигми фигми фотография уже закруглена и обрезана и если бы мы ее достали просто из ресурсов можно было просто бы ее вставить и было не так интересно мы поэтому я считаю это немножко читинг и попробуем вставить мою фотографию которая просто квадратная и уже ее автоматически с помощью композа обрезать следующий элемент это будет у нас имидж куда мы передаем ассет который называется так который мы получаем из ресурсов с помощью метода и матч ресурс и туда мы передаем айдишник этого ресурса аэрдроу болу май фото окей так и так же что мы сделали с иконкой делаем то же самое с с на сфоткой задаем ей размер в данном случае это будет у нас помпомпом модифаер сайс смотрим что у нас фигми 110 на 110 окей значит она у нас квадратная и задаем 110 dp обновим превью посмотрим что у нас появится на экране для обновления превью у нас просто собирается весь проект окей фок появилась уже неплохо но она пока что еще не по центру давайте посмотрим что мы можем сделать для того чтобы она у нас появилась по центру мы добавим третью кнопку кнопка у нас будет называться share кажется то есть иконка точнее давайте посмотрим что у нас там паса там есть и как она именно называться будет сейчас посмотрю как фигме ресурс называется чтобы точно знать что же у нас там лежит внутри заголовка так может быть может быть exit давайте посмотрим обновляем превью и у нас сейчас должна появиться иконка да слушайте угадали мы с названием ассета называется он exit и по сути мы получили уже наш турбал бар почти но тут есть некоторые особенности давайте посмотрим какие особенности во первых нам нужно покрасить иконки потому что фигме они зеленого цвета и я думаю что можно вынести общей логике для создать icon button потому что по сути они одинакового размера они одинаково обрабатывают клики поэтому вынесем их в отдельный метод который называется ну что нибудь типа тулбар айкон и в него мы добавим параметр собственно айкон это будет у нас вектор ассет который мы сюда передадим получается здесь у нас будет айкон клаус здесь у нас будет и последнее что нам нужно будет задача для этих иконок тинт колор колор мы просто создаем instance класса колор так 0x ff потому что полный цвет сейчас посмотрим фигме какой же у нас свет используется для этих ассетов используется вот такой сохраняем обновляем превью смотрим что у нас получилось вообще прекрасно иконки у нас зеленые красивые методы для них написали вернемся к аватару пожалуй потому что он у нас пока что еще даже не закруглен он у нас находится на одном уровне с иконками давайте смотреть дальше что у нас тут может произойти для того чтобы сделать его закругленным у нас используется модифайр который называется клип и туда мы передаем шейп 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 у нас в данном случае он дед корнер шейп или что-то типа того и получается нам нужно узнать сколько же радиус закругления радиус закругления у нас 38 dp давайте смотреть что же нам покажет превью для нашей иконочки вообще топчик уже почти похоже и последнее что нам осталось сделать для этой иконки это нарисовать тень с помощью модифайера с помощью модифайера draw shadow который мы передаем получается elevation elevation у нас в фигме не прописан но я прикину что это где-то будет может быть 4 dp например и для того чтобы у нас система знала какой же формы нам тень рисовать то нам нужно получается задать такую же форму для тени какую мы задали и для клипа для этого мы просто получается задаем уносим это в отдельный параметр назовем его как-нибудь типа аватар шейп и переиспользуем его для отрисовки тени аватар шейп отрисовка тени у нас прошла успешно сейчас обновим превью и посмотрим что же получилось тень у нас появилась вообще я доволен давайте поставим последний это паддинг есть небольшое отличие в особенности композа что паддинг здесь на самом деле это одновременно и паддинг и марджинг и спейсинг и все что угодно то есть в зависимости от того где вы его поставите он будет играть разную роль но по сути это просто отступ от какого-то компонента так и в данном случае у нас паддинг между высотой толп бара и фоткой то есть это отступ где-то сверху примерно я думаю что если высота фотки 24 допустим 14 может быть 12 давайте 12 сделаем смотрим что же из этого выйдет мне кажется что выглядит достаточно похоже на то что есть у нас в дизайнах Аркадий ты как думаешь да выглядит очень похоже но мне кажется иконки отличаются от тех что в фигме нарисовано они как-то у них штрихи толще на мой взгляд но возможно это надо просто иконки поменять может быть у меня была проблема с экспортом ассетов но я думаю что сейчас мы иконки толще не сможем сделать может быть разве что больше по размеру да мне нравится что все декоративненько да хорошо пока идет давай продолжай да да с аватаром короче мы уже разобрались поэтому вынесем его в отдельную функцию чтобы соответственно не замусоривать экран назовем его просто как бы аватарж бум 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 окей и вот это все мы тут написали вынесем еще в отдельную композабл функцию которая будет называться toolbar так у нас контент в общем то выглядит пока что из одного toolbar следующее получается что нам нужно сделать это положить toolbar в column потому что дальше у нас идет имя пользователя которая вертикально находится ниже так column это то же самое что linear layout только вертикальной ориентации погнали toolbar и дальше у нас будет header header это просто текст по сути своей окей назовем так я добавлял там лексемы заранее из ресурсов которые мне заранее предоставили давайте посмотрим файл name окей и у нас сейчас должен появиться текст но текст будет не стилизованный пока что давайте посмотрим ага текст у нас появился уже неплохо давайте зададим ему нужные стили и размеры так получается у нас есть два варианта задавать параметр текстов если мы посмотрим на композовую функцию текст она нам позволяет переопределять все по сути почти параметры которые у нас есть в тексте то есть font weight font family style размер количество линий и так далее а можем передать туда просто текст style и все я думаю что мы создадим табельный текст style у нас будет выглядеть вот так того что нам нужно там переопределить это получается color color у нас будет просто black дальше font weight font weight у нас будет bold то есть жирный дальше посмотрим фигме что же у нас там по текстовым стилям получается высота линии у нас 32 sp и так ну то есть то же самое что и dp только sp у нас есть такие же extension property для и размер это получается 24 sp давайте попробуем обновить экранчик посмотрим что же вышло окей выглядит уже намного лучше в принципе мне нравится только текст у нас где-то находится вообще непонятно где с края экрана поэтому для того чтобы нам было проще его выровнить мы можем просто задать для column то же самое что мы сделали ранее для row это vertical arrangement то есть выравнивание по вертикали это получается хотя наверное нет это не arrangement будет это у нас это будет у нас alignment похоже что вот так вот наша листовая часть экрана должна будет отобразиться по серединке как и в принципе весь контент окей в принципе выглядит неплохо давайте посмотрим сколько у нас расстояние между получается заголовком имени пользователя аватаром или просто самим toolbarом это расстояние у нас 36 dp как вариант его можно добавить именно к паттингу а еще один вариант как мы это можем сделать это добавить просто композабл функцию спейсер и задать ей size modifier в данном случае нам весь сайт не обязателен потому что нам важна только высота ширина у нее может быть любой а высота у нее будет 36 dp так обновляем превьюшку окей уже уже неплохо поехали дальше получается с заголовком мы разобрались выносим его в отдельный метод антон у меня есть вопрос мне кажется что шрифт во первых маловат у заголовка и начертание шрифта на мой взгляд не соответствует тому что фигме мы можем что-то с этим поделать смотри фигме используется sf pro дисплей то есть по сути это систем фонд в данном случае у нас систем фонд это робота получается работа да вот а фигме возможно использовался тот который для ios но как бассетов у нас для фонта нету поэтому думаю но это возможно технически да просто будем использовать системы теоретически да мы можем задать любой фонд то есть то же самое что мы сделали с фонд вейтом мы можем использовать фонд фэмили если у нас есть ассет мы туда можем просто передать фонд фэмили именно для этого ассета который если у нас будет какой-то кастомный фонд отлично ребята а по именно размеру да Миша ты что-то хотел сказать нет нет продолжай я потом скажу ага да что касается размеров ну фигме у нас размер шрифта 24 пикселя мы это переводим в dp напрямую пока что и высота линии такая же поэтому хорошо иначе я думаю что да может быть просто это из-за того что текст сам по себе длиннее то есть имя у меня короче чем Екатерина которая у нас есть в дизайнах из-за этого кажется что размер самого текста меньше так выносим в общем заголовок в отдельную функцию предложить может быть еще показывать там количество строк вот слева на баре чтобы было понятно людям сколько ориентировочно строк занимает на композе верстка вот справа хорошая идея давай включим просто так у нас еще останется меньше места на экране для самого можем убрать его на самом деле но в принципе да наверное будет полезно да пусть пока так если люди скажут что пожалуются но мне кажется это будет прям схематично потому что одна из таких вопросов сколько же в композе занимает код да декларативный на одном экране и он будет раскрываться тут да окей ладно давай дальше да в любом случае поехали дальше с хейдером мы разобрались более-менее зовем его как-нибудь user name например все вынесли получается у нас есть toolbar в котором у нас кнопки и аватар и дальше у нас есть user name и следующее что у нас идет по вертикали экрана это табы для табов у нас есть композабл который называется tab row там зададим selected индекс и внутри него у нас получается будут задаваться всякие разные конфигурации вроде divider там например индикаторов цвет фона цвет фона в данном случае он скорее всего будет взят из материал темы primary и внутри мы задаем собственно сами табы для табов тоже есть ребята переписали полностью табы я посмотрел здесь нет таких таб пейджинг помните в андроиде было много проблем с версиями нативным здесь вроде прям вообще ну тут как бы тоже есть особенности которые например некоторые компоненты не готовы если бы мы захотели сделать так чтобы у нас был в юппейдж метабами нам бы пришлось в юппейдж сделать самостоятельно потому что он пока что еще не готов именно от команды композ ну в данном случае мы захардкодим просто что он selected потому что мы занимаемся скорее версткой чем логикой добавим вторую табу она у нас будет selected false так и внутри табы мы отображаем текст с текстом у нас та же ситуация как и была с заголовком так мы берем за хардкожаный какой то у нас текст нет наверное что-то вроде профайл нет слушайте этого текста у нас нету за хардкожаных ресурсах поэтому мы его просто здесь напишем и скопируем из фигмы называется профиль и начнем стилизировать наш текст получается фонд вейт у него стандартный размер текста у нас 16 и line у нас 20 фон скобочку забыл и у нас должна появиться первая табы когда мы обновим превью скорее всего она будет выглядеть не совсем так как мы ожидаем да совершенно верно но уже как бы что-то мы видим фиолетовый фон потому что мы изгенерили материал тему где у нас primary color фиолетовый которая просто автоматом генерируется из шаблонов android studio поэтому нам нужно сейчас будет это поменять сейчас мы этим как раз и займемся но первое что мы сделаем я думаю это поправим размер табы потому что сейчас у нас просто какой-то микроскопический текст так и если взглянуть на размеры текста и паддинги от него у нас получается сверху 17 судя по фигме снизу 19 соответственно мы возвращаемся к модифайрам и задаем паддинги с помощью модифайра паддинг так тут у нас получается топ это 17 dp bottom bottom 19 странно странно что гугл да ты что-то хотел сказать да по умолчанию из коробки не добавил сразу грубо говоря табы материал дизайну более-менее адекватные потому что они из коробки сейчас вот показал выглядят совсем ужасно да ну не сказать что это так тут понимаешь в чем прикол в том что у нас дается максимальная гибкость если раньше например в табе мы задавали какие-то дефолтные значения типа просто текст и все и там уже была готовая стилизация то здесь за счет того что у нас просто композа был функция внутри которой мы можем вызвать вообще все что угодно у нас есть как бы своя цена этому это тому что нужно задавать все свое с одной стороны это более гибко потому что у нас нету готовых дефолтов с другой стороны как бы вообще не сложно сделать свое так с табами плюс-минус разобрались именно с контентом табов давайте добавим вторую настройки и начнем наверное все таки подгонять цвета под то что нам вообще должно должно так давайте посмотрим какие у нас параметры есть у табров у нас есть background color и content color как раз то что нужно content color у нас будет black ну вообще то есть мы сейчас попробуем не задавать явно цвет текста вот сейчас он белый например да когда мы зададим content color черный то у нас текст внутри плавов должен быть черным ага отлично так и получилось это работает за счет того что табров пробрасывает неявно через фреймворк значение текущего content color и текст его подтягивает если явно был не задан цвет и background color у нас получается тот же самый который мы использовали для пам 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 для иконок в тулбаре вот этот цвет давайте его наверное вынесем в глобальную property так это даже наверное вот так вот делается нет да назовем его как-нибудь типа бр color да тоже фирменный зелененький кажется да у нас поставилась аннотация автоматически которая нам в данном случае не нужна потому что instance classic color мы можем создать по большому счету где угодно вынесем его просто глобально пока что и зададим как фон а слушайте нет ground color то у нас белый на самом деле что это это цвет индикаторов у нас для сбера так обновляем превьюшку сейчас у нас должно быть тун-тун-тун ага ой нормально уже как бы все круто 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 говорю ну и наверное тоже выделим это в отдельную функцию да вынесем да сейчас разберемся со светом индикаторов то есть у нас здесь есть дефолты которые дают нам индикатор и divider соответственно нам нужно будет переиспользовать дефолтные и задать в него цвет давайте в общем то просто скопируем на самом деле чтобы не заморачиваться так возвращаемся обратно в наш tab row задаем ему еще один параметр индикатор сюда засовываем то что мы взяли из дефолтов здесь у нас задается отступ так наверное это вот так selected tab индекс у нас 0 ага ну как бы не обращайте внимание что хардкодим потому что в основном мы работаем над ui и соответственно и соответственно время ограничено так что все таки мы углы немножко будем наверное срезать все равно да короче что мы делаем мы делаем объявление получается одного параметра для этого дефолтного индикатора который называется у нас color и задаем ему sbr color и сейчас у нас табы должны стать зелеными на превьюшке а а вообще прекрасно только кажется а хотя нет вроде нормально я думаю что на этом мы закончим так и вынесем это все а я тебе задам сейчас несколько вопросов из нашего чата о отлично так функция готова слушай вопросы а вопрос от владислава есть ли возможность работать с вейт у колумн аналогично linear layout сильно ли влияет на производительность насчет производительности не скажу не проверял но да мы можем задавать модифайер который называется wait и точно так же работать поэтому короткий ответ да и еще один вопрос от петра достаточно длинный несколько раз на проектах сталкивались в самом дизайне для размера текста активно используется font-size и line-height но верстки на xml заданием line-height очень больно поэтому приходилось забивать на этот параметр из-за чего тексты приложений на дизайне различаются как с этим житпак-компоуз вообще шрифты в андроиде больно было всегда да со шрифтами больно мы в баду даже написали как бы свою систему там для стайлинга шрифтов и свои текстовые стили потому что чтобы как-то хоть эту боль облегчить но в компоуз как вы видели я просто задал у параметра текст или текст стайл параметр line-height и как бы и все и поехали вот поэтому с текстами здесь намного проще все работает так ну и давай третий вопрос сейчас дальше мы двигаемся дальше мы двигаемся последний вопрос я пока просто молчишь тогда писать хорошо последний вопрос от Марии используем ли мы в реальных проектах подобную верстку и с какими проблемами с проблемами сталкивались насчет реальных проверок проектов как бы пока что еще думаю рановато потому что компоуз у нас находится в альфе и соответственно в настоящий проект его страшно вносить потому что как бы особенно в баду потому что у нас реально миллион строк как бы и есть специальные люди билд инженеры которые занимаются тем чтобы все не развалилось по дороге например из недавнего мы обновили кажется Android Gradle плагин на свежую версию 4.1 и у нас начались ломаться ремоутбилды компоуз требует превью там Android Gradle плагина который вообще Canary даже не stable а у нас разломалось все на stable вот поэтому я думаю что до прода пока что еще рано но вообще как бы как мы видим экран такой достаточно релевантный я думаю что реально он используется в сбере напрямую и мы сейчас реализуем этот экран с помощью Composer отлично да пока у нас вопросов в чате больше не осталось поэтому давай продолжим нашу верстку да я наверное прокомментирую и не отвлекайся пока Антон наверное добавлю часть по поводу прода что на самом деле если ваш проект большой и в нем мультимодульная структура на мой взгляд какую-то из отдельных фич можно в принципе попробовать затащить в прод на композе то есть функционал экран небольшой может компонент UI который даже если не выстрелит всегда можно откатить до обычной верстки но уже какой-то получить опыт на бою не бояться этого не весь проект переписывать понятно а одну из фич мне кажется это хороший способ так по большому счету с верхней частью типа с заголовком нашего экрана мы закончили и я думаю что можно двигаться дальше вынесем это в то что называется хедер у нас просто так и внутри хедера точнее хедер положим мы такую вещь как scrollable column scrollable column это то же самое что column только scrollable как бы все достаточно просто и понятно потому что экран у нас судя по всему фигми длинный и на весь он не влезет вот в принципе я предполагаю что в реальном дизайне как бы в проде там у нас используется коллапсинг тулбар но сейчас готовых решений для коллапсинг тулбара нету поэтому мы просто будем скроллить тулбар вместе со всем остальным контентом и так что у нас получается происходит дальше дальше у нас идет первая секция это она называется у вас подключена подписки автоплатежи и сервисы начнем опять же с коллумна дальше у нас идет первый текст который мы наверное возьмем из лексем который у нас за хардкожный да профайл тайтл почему-то он называется так экстрафайл тайтл дальше зададим ему фонд weight болт болт следующий у нас параметр что там у нас по размеру этого текста size 20 line height 24 окей так font size 20 sp 24 сп уже следующий текст который находится под ним это у нас что-то типа subtitle фонд видит у него стандартный размер 14 и 18 окей там убираем здесь добавляем 14 и 18 профайл description окей так тексты мы расположили в колумне между ними спейсинг у нас 8 но у нас отличается кажется цвет текста это потому что он не черный для второго подзаголовка поэтому мы его сейчас кастомизируем по фигме я вижу что это color black просто с opacity какой-то opacity у нас задается с помощью alpha как видите все инстанции за хардкоржный color это как бы дата-классы у которых мы можем вызвать метод копии и что-нибудь модифицировать в данном случае у него альфа получается 45 0 45 задается в виде float давайте посмотрим правильно ли у нас получился текст угу да все окей так и последнее что у нас есть в вот этой функции заголовок это собственно контент от контента до получается подзаголовка у нас spacer на 20 dp мы включаем очень классную штуку которая работает в композе и называется slot api то есть мы можем передать просто параметр composable функцию и потом его вызвать поскольку у нас по большому счету вот эти три секции они абсолютно одинаковы то мы можем вынести это в общую функцию и переиспользовать в данном случае мы выносим это в метод который называется ну просто назовем offsection так и выносим мы несколько параметров это соответственно заголовок подзаголовок и контент получается выносим параметр профайл title потом у нас следующий параметр это будет subtitle и следующий параметр будет это сообщу что у нас полчаса осталось поэтому так окей хочется чтобы композ у нас победил в нашем батле я постараюсь давай а я пока задам вопрос Аркаши слушай как ты думаешь каким можно дать советы по декомпозиции вот вьюх с использованием композовую функцией как мы видим да то есть это как лучше сделать рамках вьюх рамках допустим как раньше делали мы делали лаяут верстки с инклудами как ты думаешь есть какие-то бест практиксы уже на твой взгляд мне кажется Антон прекрасно демонстрирует сейчас бест практиксы на мой взгляд как это надо делать какие-то куски надо выносить в композовую функцию это очень удобно не надо создавать никаких классов просто все на функциях и вот например с переиспользованными компонентами вот как вроде секции можно тоже выносить функции куда контент отдельно уже вкладывается очень на мой взгляд удобно сейчас Антон продемонстрирует как это выглядит на практике то есть вот бест практикс происходит на ваших глазах вот это очень шикарно отлично да и идея ну и Android Studio очень удобно со своим тулингом очень удобно все выносить функции в параметры если к этому наловчиться это делать то все получается очень быстро ну да на самом деле прошло полчаса а у нас уже половина практически экрана уже сверстана это очень клевый результат на самом деле я думаю сейчас Антон быстро добавит эти оставшиеся секции ну да слушай такой еще у меня вопрос наверное к тебе мы наверное все заметили что в композе отсутствует такое понятие как фрагменты активности это очень хорошо есть понятие скрины да как ты думаешь это композа естественно функции круто удобно же ли будет в скрины упаковывать да в композу функцию всю верстку по экранам по отдельным я так понимаю ты затрагиваешь вопрос навигации сейчас да отчасти да ну конечно же каждый экран или как в нашем случае например у нас есть навигация по факту в подэкране сейчас на табобе но могло быть и просто переключение каких-то кусков экрана между собой да это все композовал функции и навигацию вот можно сделать сейчас вот google недавно зарелизил свою навигацию из коробки у меня конечно же есть к ней масса вопросов и вот ну я считаю что навигацию все-таки надо держать отдельно от уай и всю бизнес-логику тоже да я согласен с тобой да поэтому я бы предпочел делать бизнес-логику с навигацией выносить какие-то более такие высокоуровневые компоненты с каким-то своим жизненным циклом и к ним просто цеплять UI в виде композа вот думаю что скоро какие-то такие решения появятся ну да мне кажется в любом здравом боевом приложении разработчикам нужно позаботиться об абстракции для навигации потому что приложения живут по семь восемь лет да сколько вот например баду уже в проде существует получается ну уже больше десяти лет наверное вот вот и за это время действительно могут поменяться много технологий практически каждые три года да пятилетку и будет печально если допустим какая-то новая туза по навигации выйдет а в проекте оказывается что старая туза вся размазана по проекту зависимости ее технически абстракции нет это будет очень больно рефакторить поэтому да ты прав абсолютно с тобой согласен что в первую очередь надо позаботиться об абстракции в таких проектах потом уже это будет все проще переезжать окей так но у нас уже антон ускоряется это очень шикарно у меня походу проблемы с тинтом уклонок и экспортом на градиентов вот но я попробую пока что это игнорировать и продолжить заниматься основным контентом давай 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 дальше у нас идет вот интересно наверное тоже Аркаша задам вопрос в обычной активной верстке мы используем атрибуты для тестирования текстов через туз помнишь там текст вставляем у нас на превьюшке видно текст который а в композе я так понимаю может это как-то можно сделать или это напрямую просто может сейчас вот тексты это они уже на вьюху уже оплавится при рантайме или это просто на превью показать можно было то что сейчас мы видим на экране это на мой взгляд прям боевой код и тут конечно все захардкожено и вот как это расхардкодить чтобы на превью было какие-то фейки а в проде боевые строки я думаю лучше спросить Антона потому что он профессионал композа вот я честно говоря не уверен ну да расхардкодить это все достаточно просто потому что получается выносим это в композе был функции с параметрами просто сейчас я значение захардкодил но по сути то у нас это просто функция с параметром да то есть и на проде мы просто передаем в нее уже настоящие данные модельку нашу и она биндится да вот у нас еще вопрос в чате появился я чтоб не тратить время Антона попытаюсь на него ответить сам Антон если что меня поправит вот Игорь спрашивает как создаются кастомные элементы наподобие custom view мне кажется точно так же вот как Антон выносит какие-то куски UI в отдельной функции то есть можно просто сделать какую-то композ был функцию с необходимыми нам параметрами модифайерами и сделать там нужный нам UI на нее наверняка можно сделать превью и потом переиспользовать это в тех местах где нам надо то есть по факту Антон сейчас делает кастомные элементы наподобие custom view например секция это прям кастомный элемент ну да на композе все это выглядит очень эгономично DSL конечно действительно очень круто ребята сделали да мне нравится что нет вот этих классов view с этими с конструкторами да многочисленными да и с передачей этих ужасных атрибутов которые еще непонятно какие надо передать агрегировать да это да действительно очень круто сделано ну что Антон давай у тебя 20 минут мы не будем наверно тебя интераптить по максимуму чтобы ты законил можешь комментировать дальше истине мешает да ну вот как видите я создал темплейт для карточки и сейчас мы попробуем как-нибудь вынести основные параметры это получается у нас есть моделька для данных которая называется operation у которой есть title, subtitle, description и type соответственно мы сейчас это все вынесем в отдельный метод который называется operation card и мы добавим в параметры собственно сам operation и начнем биндить параметры из него это наверное это у нас это у нас будет operation metal это у нас будет последний description правильно или они задаются да все правильно и дальше последнее что у нас есть здесь это иконка и и и и и так и так здесь называется operation transaction и кажется я понял почему у нас иконки выглядят по уродски потому что мы используем композе был компонент который называется айкон и он автоматически на них уже применяет тинт из материал темы поэтому давайте заменим их на компонент который называется имидж и получается дальше мы просто здесь в цикле for сделаем сделаем rollable roll и соответственно на каждый наш элемент operation давайте допустим вызовем mock data source какой-нибудь operations for each у нас будет вызываться как раз карточка operation card так с параметром meet посмотрим что же у нас из этого выйдет по идее у нас должен появиться список операций на экране угу появился но немножко у нас высота поехала так поэтому наверное наверное мы сейчас добавим что-то вроде default min science constraints который у нас ограничить минимальный размер карточки но не будет ограничивать максимальный потому что там похоже текст достаточно длинный давайте посмотрим дим мин сейчас высота у нас должна будет выровняться высота высота выровнялась но у нас нет никакого расстояния между ними добавим спейсер где-то у меня был уже скопированный удобный спейсер с размером и расстояние между ними 85 так дальше получается мы выносим это да даже можем пока не выносить мы берем но и создаем новую секцию назовем ее как-нибудь вроде section для давайте попробуем вначале сделать интересы потому что там можно использовать кастомные лояуты интересные так interest title interest description как видите я просто переиспользую композбл функцию но в ней у нас будет другой контент если раньше у нас был scroll row с карточками сейчас мы можем показать там что-нибудь другое в данном случае у нас там находятся чипы с интересами и положим мы их в контейнер который называется flow row что он делает он просто раскладывает их максимально сколько контента получается детей сколько максимально детей влезет по ширине и дальше их раскладывает вниз так и внутри мы получается будем опять же вызывать mock data source за хардкожными нашими интересами и вызывать у него for each и тут у нас получается будет какой-нибудь вызов surface который отрисовывает просто какую-то форму на экране в данном случае у нас будет shape так round corner shape с радиусом 16 vp background color у нас будет серый кажется color у нас будет да будет у нас серый сейчас я его скопирую а у нас будет черный с альфой 8 и такой тоже вариант подойдет и внутри у нас будет текст получается у которого сам текст будет просто то что у нас получилось из дата сорса и для текста мы задаем для текста мы задаем модифайер с педингом сверху у нас по 7 и получается горизонтальный модифайер у нас будет как будто 12 до 12 dp а вертикальный у нас будет 7 и давайте посмотрим что у нас получилось на превью на превью на превью у нас пока что не обновилось до конца я думаю что там нужно будет просто проскролить кстати давайте покажем пока что из того что можно сделать на превью это запустить его в интерактивном режиме то есть сейчас у нас есть скрол и как видите мы можем напрямую в android студии взаимодействовать с превьюшкой и здесь у нас сразу появляются всякие разные текста и наши чипы как раз отрисовались единственное что осталось сделать это добавить спейсер так же у нас где то он под рукой был расстояние между чипами тоже 8 стандартно мне кажется ты забыл секцию тарифы и лимиты да я ее пока что просто скипнул вот и с чипами мы разобрались быстренько достаточно вернемся к секции которая называется тарифы и лимиты и тут у нас получается да ребят у нас осталось 8 минут давайте через три минуты антону зададим вопрос антон доделает у тебя еще антон будет промежутки в принципе времени наверное всю эту работу доделать перед круглым столом это не запрещается у нас все таки не соревнования поэтому вот так сейчас мы добавим какую нибудь картиночку у меня Дальше у нас получается будет спейсер какой-нибудь. Дальше у нас будут колонны, внутри которых будет текст. Дальше у нас получается будет внутри вот этого row еще одна иконка и соответственно единственное что у нас осталось, это получается разделитель между рядами, который находится внизу компонента и он не затрагивает иконку. Так, я пока что внутри нашего скафалда скрою первые несколько секций, чтобы можно было. Давай я тебе задам уже вопрос. Я несколько минут назад рассказал про создание неких кастомных view при помощи Composable функций и наши слушатели просят раскрыть немножко этот вопрос. Например, в андроиде мы можем делать кастомные лейауты, когда мы можем по-хитрому, по-любому распределять челдов на экране или же мы можем рисовать на конве все, что мы хотим. Как с этим обстоят дела в Composable? Окей, в Composable ситуация примерно такая же. У нас есть модифайер лейаут, внутри которого мы можем раскладывать челдов и писать кастомные лейауты. И у нас есть, кажется, модифайер, который называется draw on canvas или что-то типа того, на котором мы можем использовать стандартную андроидовскую convux, в которой все привыкли рисовать на ней все, что мы обычно на ней рисуем. То есть почти что полный аналог, полная свобода воли, да? Свобода действий. Да. Но если сравнивать, например, с Flutter, где у них тоже есть Canva и они тоже используют SKEA как рендеринг-движок, то Compos использует рендеринг-движок именно встроенный в Android. Вот, поэтому тут у нас получается так, что то, что поддерживается системой, то и поддерживается Compos в плане рендеринга. Например, цветные тени сейчас не поддерживаются, потому что они доступны только с версии Android Q. а Compos минимальная версия у нас получается 21, то есть Lollipop. Понятно, спасибо. Еще вопрос от Олега. Вот у тебя сейчас в проекте захарткожены все строки, а мы можем их как-то локализовать в зависимости от языка в системе, чтобы были разные наборы? Да, конечно, мы можем просто положить их в ресурсы и тогда они будут локализованы. То есть дальше уже просто стандартная работа с Android ресурсами идет. Понял. В Android, чтобы получить доступ к ресурсам, нужен контекст. А здесь как с этим дела обстоят? Здесь тоже нужен контекст внутри, но для этого есть специальные функции, которые называются image resource drawable, ресурс и так далее, которые внутри себя получают контекст уже из фреймворка. Отлично. И еще вот вопрос от Никиты, а как применять темы? Например, темную тему. А как применять тему я расскажу в своем докладе. Ну вообще есть материал темы, которая предоставляется уже из коробки и ее можно конфигурировать. Но сейчас я это показывать не буду, потому что у нас не нужно. Не нужно. Так, у нас уже две минуты, ребятки, осталось. Давайте, может быть, какой-нибудь сделаем все-таки вывод. Антон, скажи. Да. Давайте попробуем сейчас запустить то, что у нас в итоге получилось вообще на экране и посмотреть, до какого момента мы таки дошли. Давай запускай уже, Антон, ракету нашу. Так. Ребята, пока Антон запускает, я напомню, что у нас доступен будет диалог в Zoom после этой сессии. Переходите по ссылочке в видео, вы там видите, и можете напрямую задать Антону вопрос. Возможно, Антон просто в рамках в Zoom сессии с Аркадием продолжит дальше верстать, доделать свою работу до круглого стола. Вы посмотрите на это и зададите там уже вопросы. Ну что, наш любимый эмулятор. Так, у нас запускается эмулятор и обновляется превью. 40 секунд, Антон. 40 секунд. Ага. А у нас на эмуляторе показывается… Ну хорошо. У нас 30 секунд и я скажу. Ребята, всем, кто интересно, чем закончится эта сессия, переходите в Zoom, где Аркадий и Антон вам покажут. И вы сможете задать напрямую им вопросы и продолжить общение. А мы заканчиваем, ребята. Давайте. Всем пока. Увидимся в Zoom. Говоря. Увидимся в температурах Продолжение следует...